Сегодня депутаты областного совета провели очередную сессию в повестке дня изменения в закон об областном бюджете, назначение мировых судей, обсуждение законопроекта о сельских старостах и вопрос о лишении наград участника резонансного ДТП в Кемеровском районе, бывшего начальника обл. ГАИ Юрия Мовшина. Напомню, накануне с таким обращением к депутатскому корпусу выступил Аман Тулеев, который лично контролирует ход расследования обстоятельств этой трагедии. Рассказывает Наталья Приловская. Вопрос о лишении областных наград бывшего начальника Кузбасской госавтоинспекции значился в повестке дня 40-й сессии областного совета первым. Реакция депутатов на ходатайство губернатора была однозначной и единогласной. 23 апреля на трассе Кемерова-Яшкина в ДТП, участником которого стал Юрий Мовшин, погибли 4 человека. В связи с совершением проступка порочащего его как награжденного, депутаты постановили лишить бывшего главу ОБЛГАИ звания почетный гражданин Кемеровской области, медалей за особый вклад в развитие Кузбасса 2-й и 3-й степени и юбилейной медали 60 лет Кемеровской области. Человек, который порочит честь и достоинство, он должен за свои поступки отвечать. Не знаю, что человек, работая, принося какие-то блага в области, достиг определенного положения, потом может творить все, что угодно. Там не только награды Кемеровской области, мы обращение к губернатору, потому что знаем, есть награды и коллеги администрации области, чтобы коллеги администрации области рассмотрели вопрос лишения наград, которые они сами принимали решение. Внесение изменений в закон об областном бюджете. Депутатам рассказал начальник главного финансового управления администрации области Игорь Малахов, который теперь будет представителем исполнительной власти региона в областном совете. Изменения, связанные с поступлением из федерального бюджета, более 860 миллионов рублей, которые планируются потратить на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров, дорожное строительство, здравоохранение и образование. У нас всегда законодательная и исполнительная власть шли в одну строю, в одну ногу, поэтому все, в общем-то, те задачи и решения, которые в целом стоят перед областью, я думаю, мы их будем совместно исполнять и решать. Изменения ждут и органы местного самоуправления. В ответ на вчерашнее обращение по усилению антитеррористической защищенности решено принять закон о старостах для небольших сел, где нет глав. Они будут предупреждать жителей о чрезвычайных ситуациях, оповещать спасателей и службы МЧС, контролировать противопожарную обстановку и вести профилактическую работу с односельчанами. Потому что тот, кто предупрежден, вооружен и обязательно справится с любыми проблемами. Наталья Приловская, Сергей Шилов, Вести Кузбасс.